А сколько тебе лет? 22 За что этот паразит Онегин убил Лермонтова? Просто причина? Я не серьезно Ладно, просто, кто Онегин-то был такой? И в этом-то и скрывается весь подвох Мужики, сложные у вас вопросы, она делается на легкие более А приз какой? 5000 рублей Бля, ну нормально, кстати, пятачок-то Я сейчас ни на что не отвечу Всем здорова, меня зовут Жека И это Негодяй ТВ Я снимаю сейчас свой видос, который называется Вопросы за бабосы Меня снимает мой товарищ Леша Показать тебе, Леха? Не надо показывать Ты все знаешь, Леша, ты молодец Все как обычно Главное теперь найти того, кто впишется в этот В эту Во что? В эту Кто в это впишется? Добрый день Есть желание поучаствовать на нашей Ютуб-вечеринке? Нет Это косячок? Конечно С чем? С табаком С обычным табачком? Да Как все грустно Я надеюсь, я уже не участвую? Да нет, еще рановато Точно не хочешь? Да, вот мне кажется, получится все у тебя Нет, нет, не хочу Ну, кури свою сишку тогда Так всегда Самое главное найти желающих А дальше, как говорится Вон, смотри, идет Молодой человек Братишка Ну, что ты? Убегаешь Даже не поздоровывается Молодежь пошла Мало того, что тупорылая Еще и Как сказать? Подошел к тебе хмырь с микрофоном Здрасте хотя бы, скажи Щенки Братишка Потусишь с нами? Иди сюда Как зовут тебя? Артем Не просто Не просто кого-то вытащить из народа Да? И сказать Братан, давай пообщаемся с нами немножко Да, конечно А ты красавчик, да? Да, я такой, да Сколько тебе годиков? 25 Ты взрослый парень Это мое шоу для ютуба Леха, а ты недалеко встал? Вопросы за бабосов Шоу называется Вопросы за бабосов Вопросы за бабосов? Да Поучаствуем? Давай Можно посмотреть, как мы выглядим? Прекрасно А я задаю 5 вопросов Простых Отвечаешь на них Я тебе бабосиков немножко закину в топку Хорошо, давай Супер Вопрос номер один Что Прометей украл у богов? Прометей Уууу, сложный вопрос Помощь друга нужна Может какие-то варианты есть Я там угадаюсь Из четырех, допустим Это очень теплое Очень теплое Солнце И пахнет как Какашками Не, шучу Это не пахнет какашками Это, на самом деле Это вообще никак не пахнет Но хотя Это может пахнуть По-разному Смотря на чем Из чего Оттуда все Ты меня понял, правильно? Нет Я просто только вот начал снимать Ты первый Я нифига не соображаю Даже не понимаю Как тебе подсказать Вода, земля, воздух и Вода, земля, воздух и Так, Леха, подскажи Как подсказать Стесняется, Леха Спичкой черканул И Огонь Как? Огонь Ну, слишком, конечно А что слишком? Меня подводил Слишком, говорю, к этому Мне кажется, вопрос этот был Ну ладно Профессия дуримара Дуримар? А кто такой дуримар? Это такой мужик Который был в сказке Буратино Барыжил пиявками Барыжил Потому что он работал в аптеке А те люди, которые работают в аптеке Они кто? Барыжи Как и все остальные люди Которые работают в аптеке Ну, я уже все сказал Тебе только добавить две буквы Аптека Аптека Аптека? Аптека Сейчас музыкальная будет Давай, давай Так, подожди секундочку Мне слова нужны вдруг Это самое Ты должен, короче, угадать Исполнителей этой композиции Сейчас я буду петь, подожди Мне надо собраться Долго я буду так еще делать? Ну, кто бает так? Он гей. Берлин Мэнсон. Не угадал. Берлин. Рокетмен смотрел. Четырёхглазый, толстенький. Элтон. Элтон Джон. Нет, всё, ты же сказал Джон. Так, на чём мы с тобой остановились? А, на Элтона Джоне. Столица Словакии. Братисова. Ты подглянул, да? Нет. Просто вспомнил. По географии четвёрка вроде была. Последний вопрос тебе. Назови московского князя, который носил на поясе кожаный мешочек с бабосиками. Владимир? Нет. Что там ещё за князь? В честь него даже прозвали ту авоську, где бабосики хранятся. Ту авоська? Кажется, да. У меня тоже текут эти сопельки? Ну, да, стекают немножко по полосам. Князь. Единственное, что сказали, по крайней мере на моей памяти, про него на уроке истории, это в том, что он ходил с кошельком. Вот всё, что я запомнил. Да, они все с кошельками ходили. А он ещё тот кошелёк, его так и прозвали. У него самый огромный просто. Его так и прозвали. Его так и прозвали. Прозвали, я честно не вспомню. Это был Иван. Иван Калита. Иван Калита. Калита, да. Давай смотри нас на просторах Ютуба. Называется канал Негодяй ТВ. Хорошо. Всё, давай, брат. Счастливо. Ребятки, можно с вами тут немножечко постоять-то здесь? Я не умею давать интервью, ребят. Да мы не будем брать у тебя интервью. Зачем нам интервью с тобой? Ты что, братан? Как твои дела? Нормально. Как зовут тебя? Денис. Дэнчик, всё просто. Пять вопросов. Отвечаешь на них правильно. Получаешь немножко бабосов. Ну, давайте. А ты хотел интервью? Да не, не. А сколько тебе лет? 22. За что этот паразит Онегин убил Лермонтова? Просто причина. Подонок был этот человек просто. Нет, давай серьёзно, брат. Это шоу серьёзное. Интеллектуальное. За что Онегин убил Лермонтова? Причина есть. Она одна. Известна всем на планете. Седьмой класс. Литература. Блин, седьмой класс пропустил мужики. Ну, наверное, девчонку забрал. Онегин сказал. Ну, это у Пушкина, может быть, там было из его жены. А у Лермонтова другое было. Я не знаю, мужики. А? Я не серьёзно. Ладно, просто кто Онегин-то был такой? И в этом-то и скрывается весь подвох. Ну, крутым челом он был, мужики. Ладно, Лермонтов кто был? Писатель. Ну, а Онегин? И вот поэтому он его и... Посадил, да, на нож? Нет, он его разрубил этим самым топором. Мужики, сложные у вас вопросы. Она делается на лёгкие более. А приз какой? 5 тысяч рублей. Блин, ну нормально, кстати. Пятачок-то зарабатывать. Не, мужики, извините. Я говорю, что не смогу, надо видеть на ваш вопрос. Да. Это слишком сложно. Допустим, что этого вопроса не было. Это было глобальное? С моей стороны? С моей стороны только что, да. Детёныш коровы. Детёныши коровы. Телёнок. Сумма длин всех сторон многоугольника. Я бы тебе подсказал, но... Я должен знать. Но... Может быть, там тоже вопрос с подвохами? Не, вообще, здесь подвоха нет. Как это называется? В целом, это и просто. С другой стороны, я не хочу подсказывать вопросы по математике, потому что в математике я полный. Ноль. Просто лох в математике. Я позор в математике. Сложи все стороны прямоугольника, и что это будет? Если мы умножим длину на ширину, это будет площадь. А если мы сложим... Сумма. А сейчас мы ищем многоугольника. Бля, это сложно. Сумма всех сторон. Сложи ширину... Ну, короче, ты понял. Я гений. На П. Не пенис. Не площадь, да? Не площадь. Бля, давайте просто перечислять. Пролепимец. Пе. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ри. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ме. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пе-ри-ми-е-р. Тух. Да, ко мне вчера просто Буратино приходил. У меня у дочери день рождения было. Периметр. А, ну я не знаю, мужики. Ладно, брат, ты молодец. Я зато теленку угадал. Ты зато угадал теленка. Все, пока. Девчонки, привет. Давайте поучаствуем в нашем шоу-вечеринке. Наши сумасшедшие. Ха. Здравствуйте, мужчина. Уделите нам несколько минут. Это вы кто? Я Жека. Снимаю видео для Ютуб. Общаюсь с людьми, задаем вопросы. Не положим. Плачу за правильные ответы бабоса. Не, мне не надо еще платить. Ну, вы бы хотели поучаствовать. Ну, просто один вопрос и все. У меня их пять. Один не прокатит. Ну, первое задайте. Первое задайте. За что этот, как его, Онегин убил этого? Ленского. Лермонтова. Ленского он убил. В нашем вопросе он убил Лермонтова. Ладно, тогда ищите друг друга. Парни, поучаствуйте на Ютуб этой истории в моей. Как зовут тебя, братан? Тимофей. Тимофей. Ну, если так будешь говорить, нас никто не услышит. Тимофей. А шлем не снимешь? А? Шлем не снимешь? Что это? Эта штучка. А, нет. Болеешь? Не, не боляй. Ну, на всякий случай. Боюсь заразиться. Ну, да. Пять вопросов. Отвечаешь правильно, получаешь бабосы. Договор? О, да. Телефон садится, ёкарные бабы. Что делать-то будем? Первый вопрос. Стая рыб. Как по-другому назвать? Не знаю. Один чувак только что забил. Говорит, там был табак. Табак? Стая рыб. Не. Хапаешь? Сколько тебе лет? 17. А, прости. Рановато. Хотя я уже в 14 лет. Забивал. Забивал что? Косяк. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Все верно. Все верно. Да. Да. До свидания. До свидания. А я спросил, как тебя зовут? Да. Тимофей. Ага. Хорошо. Сушеные абрикосы без косточек. Сушеные абрикосы. Сушеные абрикосы. Желтенькие такие, а, или оранжевенькие такие. Верские. А, нет. Сушеные. Сушеные. Сухофрукты такие. А, курага. Да. Бог подземного мира и царства мертвых в греческой мифологии. Аид. Ковид? Нет. Аид. Ты же сказал аид. Да. Танец. Атака корабля противника при непосредственном сближении с ним для рукопашного боя. Таран. Нет. Ну смотри, такой прикол. Они все, они даже кричат это слово. То есть, идет корабль, да. Другой так. Хеть рядышком. И они... На абордаж. На абордаж, да. На абордаж. Для семнадцатилетнего ты очень умный человек. Спасибо. Готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими интересами. Как называется вся эта шелупень. Готворительность. Нет. Другое слово. Так людей называют. Ох, какое. Это кто, чувак? По ходу дела, он на букву А. Ты это делаешь без каких-то либо корыстных для себя целей. Ангел. Нет. Нет. А-а. Чувак, который занимается бодибилдингом, как его называют? Этот Арм. Бодиби. Кто? Сейчас, сейчас. Слово похоже просто. Арм... Арм... Ну, выговорить не могу. Армели. Нет? Что? Арм... Армянин? Не. Как? Выговорить не могу. Амаяк? Амаяка знаешь? Нет. А я знаю. Амаяк. А где ты куришь-то? Стрелять, наверное, пошел. С сигареты? Да. А вы сиди курите, что ли? Я? Нет. Ага. А... Ну, как называют таких чуваков-то? Полностью это концепция. Это... А... А... Аль... 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 Не. Альпачино. А-а... Альпачино. А-а... Угу. Ну, ладно. Ну, ладно. Все. Все, да? Иду? О. Уже? Оп! А мы с тобой трогаем друг другу руки. А я, кстати, уже как три дня ни запаха, как говорится, ни... Нюха. Все тогда, братишка, давай. Угу. Удачи. Альтруизм. Сейчас будет реклама, за которую мне заплатили... Угадай, чем? Продуктами. Продуктами. Потому что я буду сейчас рекламировать эко-маркет. И, ребята, те, кто ходит в пятерочку, куда там еще, в семь шагов, не знаю, там, в Dixie, покупают продукты по акции, это реклама, как говорится, не для вас. Потому что в эко-маркете... Ну, там дорого, Леха. Эко. Но ты уверен в том, что это те продукты, которые не напичканы всякими там... Ведь в пищу хуй жил, да, всякую фигню. То, что мы покупаем, едим. Там же, что только туда не засовывают, чтобы там яички быстрее стали яичками, чтобы мясо быстрее стало, корова выросла, да? Чтобы помидорки были красненькие, туда тоже что-нибудь воткнут. А здесь все четко. Поэтому, если хочешь здорово эко-мэко-пэко питаться, то залезай в этот эко-маркет. Так, мне тут написали, что надо сказать. Есть промокод, который называется НЕГОД.ТВ. Вот я его написал. По этому промокоду, когда вы войдете в приложение, вы сможете воспользоваться теми баллами, которые там будут. Кажется, 600 либо 500 баллов, это 500 рублей там уже будут. И вы можете использовать это как скидку 50% при покупке. Где эти продукты доставляют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань и Нижний Новгород. Вот там, где все происходит оперативно, потому что в этих городах все это есть. Другие города, только там бытовая химия какая-то, либо другие какие-то не скоро портящиеся продукты, отправят вам через СДЭК. Мне написали, чтобы я использовал почаще слова ЭКОМАРКЕТ, ЭКО, ЭКОПРОДУКТЫ и так далее. ЭКОМАРКЕТ, ЭКОМАРКЕТ, ЭКО, ЭКО и так далее. Здравствуйте. Спешишь, да? Как жаль. Замерз? Занято. Занято? Да, извините. Окей. Я говорю, такое ощущение, будто я этот чувак, который я вот... Не нужны мотели по дешевке. Нужно еще? Такой барыга, знаешь, ходит, всех уговаривает. О, гляди цыпа, пойдем ее цепанем. Пообщайтесь с нами немножечко. Хорошо. Ой, как здорово. Можно туда в сторонку? Да, конечно. Чтобы никто не мешал. Конечно. Так тяжело заговорить с красивыми девушками. Ой, не смущайте. Потому что, знаешь почему? Почему? Потому что говорят, пошел отсюда. Не хотим мы общаться с тобой, бородатая, лохматая кобыла. Прикинь, так и говорят. Кошмар. Как тебя зовут? Меня Лена. Сколько тебе Лены лет? Пятнадцать. Молоденькая эта деваха. Да. У нас такая рубрика. Мы задаем вопросы, платим за ответы бабосы. Круто. Ты молода. Некоторые вопросы, может быть, боюсь, ты не учишься хорошо? Да. Серьезно? Беру тикток свой, 129 тысяч подписчиков. Нифига себе, у меня даже меньше в тиктоке, обалдеть. Ну вот так. У меня 500 человек. Что ты там делаешь? Зарабатываю там, снимаю видео. Слушай, а как ты зарабатываешь в тиктоке? С рекламы. Покупают рекламу, я зарабатываю. И какую рекламу тебе покупают? В основном пиар треков. Ну, мальчики молодые пишут треки. Можно я на звоночек отвечу? Отвечай, я пока приготовлюсь. Важный, важный. Давай. Тиктокерша. Да, важный звоночек. Отвечай. Просто поставщик должен прийти. Поставщик с чего? Вот HQD. Что? HQD. Это что такое? Это электронные сигареты. Это по бартеру? Это по бартеру, так скажем. Почти по бартеру. Ты с ним сейчас встречаешься здесь? Да, он мне просто должен товар отдать и все. Так что ты не отвечаешь на... Сейчас, я им перезвоню. Алло. Я стою у галереи, если что. И вот смотри, знаешь, как ты меня узнаешь? Я тут стою и интервью даю людям. Ты меня сразу узнаешь. Около галереи прям. Да, да, да. Вот. Короче, ты меня узнаешь. Короче, пока я готовлюсь, скажи людям, как там тебя в ТикТоке искать? И что ты там делаешь? В ТикТоке меня искать E LLHTT. И я снимаю различные видео, как постановы, так и взаимодействие с людьми. Холодно. Реально. Ну, в общем, набираю народ, подписчиков, собственно. Я приготовился. Я сейчас ни на что не отвечу. Первый вопрос. Кружевные... Кто? Кружевные оборки вокруг воротника или на груди мужской сорочки в восемнадцатом веке? Чё? Ха-ха-ха. Смотри. В восемнадцатом веке они носили не галстуки, они носили не бабочки, а носили вот эту мандулу. Мандулу. Представь вот этих вот чуваков в моряках. Я помню, что они носили. И вот в такой фигне. Она как жаба. Жаба. Потому что называется она ЖА. Ну, ты чё, не знаешь? ЖА. На самом деле у меня в детстве было ЖАБ. 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 Одну букву назови. К? ЖАБК. ЖАБК. Нет. Ты реально не знаешь, да? Я не знаю. ЖАБ... ЖАБГАН какой-нибудь. Одна буква, одна буква. ЖАБ... Гласная. Подставляй все. О. ЖАБО. А в греческой мифологии о титан, одержавший на своих плечах небесный свод? В старости лет их звали богатыри какие-нибудь, я не знаю. В греческой мифологии. В греческой мифологии? Да. АТ. АТ? Щас. Я подумаю. АТ... АТМОРОЗКИ. АТМОРОЗКИ РЕДКОСТНЫЕ. АТМОРОЗКИ РЕДКОСТНЫЕ. АТ... АТВАЛИ. Короче, какой океан есть? АТЛАНТИЧЕСЕ... АТЛАНТЫ какие-нибудь? АТЛАНТЫ какие-нибудь? АТЛАНТЫ какие-нибудь. АТЛАНТЫ Музыкальные. О, это мне нравится. Я, короче, пою, ты должна угадать. Вместе. Кто поет? Это мужик, да? Или женщина поет? Это мужик. Мужик. Американец. Американец. Темнокожий, немолодой, волосатый, уже с пузенью, слепой. Слепой. Точно не тентасьон, потому что он сдох, но он не поет такие песни. Икс, 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 тентасьон. Я не знаю, кто этот человек. Блин, американские пацаны. Он молодой? Нет, он же взрослый мужик. Он уже взрослый. Это старая песня. Я не слушаю пуз. Стиви. Стиви. Стиви? Стиви Джонс какой-нибудь. Нет. Стив. 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 Он такой, он такой чувак, он выходит, он ни хрена не видит, он слепой. И вот он так вот поет, он клевый. В-О-Н. Кто? Стиви. Вон с какой-нибудь Стиви. Простительно, тебе пятнашка. Ну все, мне простите, мне пятнашка. Конечно, 15 лет. Неужели у тебя руки не отмерзли вообще? Нет, он поставщик звонит. Стиви Ванда. Стиви Ванда. О, О. Ленок, все, давай. Ленок, все, пока. Ленок, все, счастливо. Я... Тик-ток, тик-ток. Я понимаю, что я... Дружище, можно тебе? Мне кажется, что ты нам очень подойдешь для нашей рубрики в Ютубе. Отлично, посмотрим. Что за рубрика? Как зовут тебя? Александр. Александр. Ленок, все нормально? Все нормально, да? Понимаете, он, короче, он меня кинул и забрал вас с собой. Ну, ты проиграла. Ты не ответила на вопрос. Это был Стиви Вандер. Вы тоже проиграете. Нет, он не проиграет. Сколько вам годиков, уважаемые? Тридцать. Тем более. Я задаю вопросы простые, отвечаешь на них, получаешь немножко бабосов. Офигеть, прикинь, на твоей шапке, знаешь кто? Снежинки. Снимите снежинки. Такое ощущение, будто бы они не настоящие. Ты видишь их, Лех? Это часть вопроса, да? Офигеть, нет, это не часть вопроса. Ты опаздываешь? Да нет, ну так. Секунду. А что за канал? Называется Негодяй ТВ. Негодяй ТВ, отличный. Какая-то хулиганская история, да? Интересно. Да на самом деле ничего хулиганского нет вообще. А можно так вот, чтобы... У тебя такое красивое, харизматичное лицо, пускай его увидят все. Человек, поступающий в высшее или специальное учебное заведение. Будущий выпускник-специалист. И с гарантией на отличную высокооплачиваемую работу. Естественно. Но пока он еще не поступил, кто он такой по жизни? Он студент. Он еще не студент. А он абитуриент. Приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Адаптация иммунитета. Все, все, все. Ты все правильно говоришь. Музыкальное сопровождение. Акомпанемент. Ты очень умный человек. Иносказательное изображение абстрактного поня... Не, подожди. Так, вы сказали уже, наверное, ответный вопрос. Нет, не сказал. Просто пускай это будет пятый вопрос. Хорошо. Я... А сейчас музыкальный вопрос. А он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает. К сердцу прижимает. А я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме. А тебе напомнят. А тебе... Кто поет? Руки вверх. Не надо было мучить меня столько времени. Не знаю. Мог бы раньше сказать. Есть кто не отвечает. Сказать. Вот не ответила. Почему? Это так, максимум легче песен. Легче. Слушай, вопрос дальше. Последний вопрос. Иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через конкретный образ. По-другому. Ну, ты понимаешь, да, в чем? Метафора. Ну, да, да. Вопрос, да? Стилизация. Не знаю. Очень умный чел. Вот, например, взять... Иносказательное абстрактного понятия в... Это в речи. Например, взять басню. С кем олицетворили, да? Как это? Что это значит? Либо взять ту же статую свободы. Что это за... Символ. Символизм. Либо там, где вот эта вот богиня стоит, весы меряет, да? Миф. Что это? Как это вот это... Блин, мне даже самому интересно стало. Науку А. Сейчас. Давай, давай, братишка. Аналогичная она так... Абстракция, так... Просто похожее слово, когда люди кашляют... Когда люди кашляют, у них, может быть, вот на... Понюхали, потому что у них на вот этот запах что? Аллергия. И вот поэтому это... Аллегория. Вот, все. Все, это аллегория называется. Ну, отлично. Подержи, пожалуйста, микрофон. Подержи, конечно. Негодяй ТВ, ребята. Как у меня заместят. Вот так вот. Негодяй нынче эрудированный. Пока говори, чтобы там подписывались. Всех с прошедшими праздниками, ребята. Тут так холодно, что у меня руки сейчас в лед превратятся. Так что перчатки не забывайте дома. Да. Вы что, серьезно? Ребят, это не шутки. Этот канал реально дает заработать. Ставьте лайки, подписывайтесь. И ее ведущий... Жека. Жека. I love you. Я сейчас пойду и куплю себе на эти деньги перчатки. Занимайтесь спортом, бегайте. Подожди, какое слово скажем в комментариях, чтобы написали? Вот я всегда делаю в конце. В конце напишите это слово, а потом пишите, чем прикольно. Катарсис. Это слово катарсис. Ну, пускай будет катарсис. Катарсис? Двоеточие? Это подставное шоу. Ну, что ты, Ленок? Принесли тебе твои сишки, да? Я не курю сишки, это не мне, это раз. Да, принесли. Я расстроилась, потому что вы задавали... Мы задавали ему вопросы легче, чем мне. Вы задали ему песню «Руки вверх», а мне какого-то Джонса... Какой там Джонс Стивен? Стиви Вандер. У меня на усиках есть водичка? Да. Да, это сопельки. Блин, прикольно. А, говорим катарсис. Катарсис? Катарсис? Ну, катарсис слишком банально. Еще одно слово должно быть. Пипетка. Махмуд! Пипетка с Махмудом. Да, пипетка с Махмудом, катарсис. Пипетка с Махмудом. И как обычно пишем прям по ништяку. Ой, братан, ты красавчик. Ленька молодец, тоже нормальная девка. Буду на вас подписывать. Мелкая, подрастет потом. Да, я вам вообще разорвусь. Тикток делай, кто там? Тикток делает деньги. А там катарсис, пипетка с Махмудом. Пипетка. Надо с тобой замутить эту коллаборацию тогда, да? Да. Пиши мне в инстаграме через сколько? Через пять лет. Через пять? А почему через пять? Мне 18 через три года. Так у меня сынишка подрастет только через пять лет. Да, ему сейчас 13. Все, Ленок, давай ты сам, не отвлекивай нас. Нам пора уже ехать. Канал дадите мне свой. Негодяй ТВ, на береге Ютубе и нас найдешь. Спасибо. Пакет. Пакетом. Здорово, пацаны. Знаете что? Да слушай, все уже, пора валить. Уже так холодно, пипец просто. Да, как дела? Да нормально. Видел вас как-то тут недавно. Где? В магазине красно-белое. Весь карьер Джек Дэниелс покупали. А, ты там работал? Да. Да, это был ты, ты просто был в маске. Как я мог тебя запомнить, пипец? Ты же был в маске. Я еще на вас так смотрел, вы сказали, узнал? Да, я сказал, да, узнал. Куб я не видел. Да, 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 да. Все, я помню тебя. Все, счастливо. Давайте, давайте. Так, все, я все сказал, да, что нужно? Да, все, всем до свидания, всем, всем пока. Завтра буду, как говорится, есть эту эко-еду, вот эту. Перешлют мне все это дело. Мне уже... А, кстати, когда я... Сегодня-то я говорил по телефону во время выпуска. Знаешь, в чем прикол? Мне звонил уже менеджер, говорит, здравствуйте, Евгений. Это вы эко-мэко-пэко? Я говорю, это выиграю эко-мэко-пэко? Они говорят, вот у вас на завтра доставка там. Я говорю, да. А у вас по эко-мэко вы блогер? Я такой, да. Завтра все привезут.